Я плыл на лодке вниз, и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Вода булькала, позванивала, журчала, звуки эти заполняли все пространство между рекой и небосводом. Это курлыкали журавли. Так выразительно описывают клин журавлей Константин Паустовский в рассказе «Наедине с осенью». В 2020 год Международным фондом охраны журавлей и группой специалистов по журавлям объявлен Всемирным годом журавлей. Союз охраны птиц России выбрал серого журавля птицы 2020 года. Все эти мероприятия призваны обратить наше с вами внимание на состояние журавлей и помочь в сохранении этих удивительных птиц и их место обитания. С древнейших времен люди относились к журавлям с чувством особого трепета и благоголения. У представителей разных культур и народов журавль всегда занимал почетное место священной птицы, приближенной к Богу и духовному миру. Русский народ всегда почитал прилетающего весной журавля как птицу всеобщего счастья и радости. Неповторимое курлыканье журавлиного клина, разрезающего небесную синь, всегда приковывало к себе внимание людей. На раздоре пробуждающейся природы нередко выходила вся деревня, едва заслышав долгожданное курлыканье. Этот момент отражен в картине художника-передвижника Алексея Степанова «Журавли летят», написанное в 1891 году. «Необъяснимым образом журавли пробуждают в душах чуткость и искренность, вынуждая поднять взор к небесам и задуматься о чем-то важном, неуловимом, вечном. «Улетают с душой далеко за моря журавли», – писал Константин Дмитриевич Бальмат. Журавля можно повстречать в народном фольклоре, в поговорках, пословицах, баснях, ну и, конечно же, сказках. Самая знаменитая русская народная сказка «Лиса и журавль», а еще можно прочитать сказки «Журавль и цапря», «Хитрый журавль», ну и, например, «Как лиса училась летать». Эта сказка поведает вам, как лиса училась у журавля искусству полета. Запрыгнула плутовка на спину к журавлю, а он взял и сбросил ее с высоты. Повезло лисе, упало прямо в сено. А вот продолжите после этого занятия, и что было с ученицей дальше, прочитайте сами. А вот еще одна сказка «Конь, скатерть и рожок» – произведение русского народного фольклора, над которым задумается и взрослый читатель. А еще обязательно познакомьте с поучительной причиной Константина Ушинского «Гусь и журавль», басни Ивана Андреевича Крылова «Волк и журавль», рассказом Михаила Пришвина «Журка». Кстати, существует мнение, что прообразом сказочный жар птицы является не кто иной, как журавль. А еще на Руси существовала легенда, что души солдат, погибших в бою, переселяются в журавли. Поэтому на многих памятниках погибшим воинам изображены журавли. Превращению погибших в солдат журавлей посвящено знаменитое стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова, переложенное позже на музыку и ставшее очень популярной песней. Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых непришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры, со времен тех дальних, летят и подают нам голоса, не потому и так часто и печально. Мы замолкаем, глядя в небеса. Сколько бы мы ни читали о журавлях, как бы подробно их не изучали, у этой грациозной птахи все еще есть чем нас удивить. Например, высотой, которую птица набирает, чтобы перелететь в Гималайи, или впечатляющей для мира дикой природы продолжительностью жизни. Журавли-долгожители. В естественной среде обитания большинство журавлей доживает до 25-30 лет. А в неволе зарегистрированы случаи, когда, например, даурский журавль прожил 45 лет, долгожитель стерх по кличке Вольф около 70, а японский журавль-рекосмер 87 лет. Есть свидетельства, что журавли обитали на Земле уже 40-60 миллионов лет назад. То есть они знали динозавров. Древние люди создавали наскальные изображения этих грациозных птиц. Некоторые, нанесенные на стены пещер Африки и Северной Америки, дошли до наших дней. Вот еще несколько интересных фактов из жизни журавлей. Журавли довольно разговорчивые птахи, и они очень любят петь. Самый знаменитый вокальный элемент журавлиного репертуара – это дуэт, синхронно исполняемый супружеской парой. Начинает дуэт самец, а самка вступает мгновение спустя. И затем он слышится как единый голос, поэтому его часто называют унисонным. Дуэт удивительно музыкален, гармоничен, громок и слышен на расстоянии двух километров. Громкость обеспечивает строение гортани, которая намного длиннее шеи и свернута в спираль. Она подобна духовым инструментам, издающим громкие звуки за счет свернутых в спираль трубочек. Дуэт звучит в особых случаях – знак приветствия восходящего солнца, признание заключения брачного союза, при появлении яйца в гнезде, влуплении птенца, защита своей гнездовой территории. При исполнении дуэта партнеры принимают очень красивую позу. Она специфична для каждого вида. За позу, которую стерхи принимают во время дуэта, в Индии их называют «птица-лилия». А еще журавли известны своими танцами. Птицы прыгают, развянув крылья, кланяются, бегают зигзагом, прогуливаются гузиным шагом. Они притоптывают ногами, поднимают земли перья, камушки, травинки и подкидывают все это в воздух. Ученые выяснили, что все эти движения не имеют никакого отношения к брачному ритуалу. Все журавли танцуют в течение всего года. По наблюдениям особенно часто танцуют молодые птицы. Предполагают, что этими движениями журавли выражают высшую степень удовлетворения. То есть, как и нам людям, если нам хорошо, мы с вами поем и танцуем, так и у журавлей. Кстати, популярное комнатное растение герань было названо в честь журавля. Люди давно заметили, что плоды герани похожи на длинный нос журавля. В разных странах герань называют по-разному. А истинный нос журавильник. Русское название герань произошло от греческого геранус, что в переводе – журавль. Всего в мире семейство журавлиных насчитывает 15 видов, относящихся к 4 родам. В России обитает 2 рода семейства журавлиных и 7 его видов, в том числе северный эндемик стерх. Серый журавль – самый распространенный вид журавля в России. Он населяет влажные луга и болота таежной зоны России от Подмосковья до Колыны. Серый журавль – очень крупная, стройная птица с длинной шеей и длинными тонкими ногами. Хвост у журавля короткий, а клюв прямой и длинный. Вопреки невзрачному названию, окрашены эти птицы весьма изысканно. Серое оперение тела отливает на солнце серебро. Черные перья на крыльях заострены и в сложенном виде свисают элегантными косицами, из-за чего кажется, что журавля – пушистый хвост. Длину изящества гордо посаженной шеи подчеркивает черный галстук, конструктирующий с продольными белыми полосами по бокам, а голова окрашена черной шапочкой и красным пятном на затылке. Неопеленные, обычно ярко окрашенные участки кожи на голове служат одним из способов журавлей демонстрировать свой социальный статус. Чем больше размер пятна, а его птица умеет самостоятельно регулировать, тем выше ее статус. Исторически сложилось, что все виды журавлей занимают особое место в жизни человека. Но, к сожалению, численность большинства видов журавлей стремительно сокращается, а некоторые уже на грани вымирания. Сейчас в Международную Красную книгу с разными статусами внесены все 15 видов журавлей. Серый журавль занесен в Красную книгу Московской области. У журавлей почти нет естественных врагов. Главной угрозой для этих прекрасных птиц является человек и последствия его деятельности. Осушение болот распашкой для выращивания сельхов культур, использование степей и болот для выпаса скота, состройка места питания браконьерства в местах внездования и зимовых птиц. Но самый страшный враг – пожар. В весенних пожарах часто гибнут кладки яиц и птенцы, которые не могут убежать от огня. Сегодня ученые и энтузиасты многих стран проводят работу по спасению и восстановлению редких видов журавлей. В нашей стране создана рабочая группа по журавлям. Ее сотрудники ведут большую научную и практическую работу. Многое они делают для того, чтобы люди во всем мире больше узнали о чудесных звонкоголосых птицах, любили и заботились о них. А чем же мы с вами можем помочь журавлям? Узнайте больше о журавлях и их местах обитания. Расскажите о журавлях своим друзьям и знакомым. Участвуйте в природоохранных акциях, таких как «Весна идет», «День птиц», «Международный день мигрирующих птиц», «День журавля», «Международный день охраны окружающей среды», который мы с вами празднуем 5 июня. Окружающий нас мир очень богат и разнообразен. Любой любознательный человек пытается узнать о нем как можно больше, читая хорошие книги. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на одну из таких книг, которые есть в фонде нашего сельского сериала. Это книга Оксаны Валерьевны Скалзиной, «Красная книга. Птица России». В этом красочном издании собрана важная информация о пернатых представителях фауны нашей страны, которым грозит опасность исчезновения. Материал возложен кратко, интересно и доступно. На каждую птицу приходится разворот с фотографиями, картой и рисунками. Книга будет полезна учащимся среднего и старшего школьного возраста, студентов биологической специальности, учителям, путешественникам и всем, кто просто любит животных и стремится узнать о них как можно больше. Есть здесь и несколько разделов, посвященных журавлям. Например, вот у нас даурский журавль, о стерхе здесь рассказывается и некоторых других видах. Обязательно познакомьтесь с этой красочной, интересной книгой. Приятного вам чтения. Вместе с вами, узнавая нашу природу, мы сможем сохранить ее. Ну и закончить наш сегодняшний разговор я хотела бы отрывком из стихотворения Аполлона Николаевича Майкова. Журавли От грустных дум, очнувшись, очи я подываю от земли. В лазури темной полуночи летят станицы и журавли. От криков их на небе дальним, как будто благовест идет. Привет лесам патриархальным, привет знакомым плесам вод. Так пусть же этот журавлиный благовест никогда не прекратится. Давайте будем беречь, любить и охранять нашу уникальную, красивейшую природу.